Вот эта стройка видна сверху. Сегодня выходной, поэтому никто здесь не работает. Вот какой кран подъемный огромный стоит. Техника, как я заметила, здесь в основном французская. Я видела на тракторах, на экскаваторах надпись. И автобусы тоже, кстати, французские. И сейчас пройдемся вот до детской площадки, покажем еще одно красивое место сегодня. Вот немножко солнышко, и поэтому ясность, видимость хорошая. Когда туман и пасмурно, то ничего не увидишь. Это вот детская площадка здесь. Ну, бывают и получше, там в нашем районе получше площадка. Много качелек всяких для детей. И поверхность покрыта, вместо камушков, покрыта искусственной травкой. Чтобы дети, если падали, чтобы не ушиблись. Сейчас вот перейдем дорогу. Машин сегодня тоже мало ездит. Кто соблюдает шаббат, тот не ездит. А несоблюдающие ездят. Тут вот беседочка вот такая. Летом здесь тень. Мы иногда с Дуней здесь сидели, тоже отдыхали. Сейчас посмотрим, какой хороший обзор на холмы. За этими холмами находятся и Ордания, и Мертвое море. А вот эти кустики летом, они были все в цветочках. Было очень красиво. Сейчас тоже неплохо все зеленое. Но скоро будет еще красивее, когда зацветут кустарнички. И здесь стройка повсюду. Там я насчитала четыре подъемных крана. Вот тут же мы дошли до этого заборчика, откуда виден еще один микрорайон. Маалия Думим находится в шести километрах от Иерусалима. И так как это высокогорье, высокогорная пустыня, иудейская пустыня, то город этот расположили на склонах, на холмах. На холмах и на склонах. А все ущелья засадили деревьями, травкой. Вымастили красивые стены. Вот улица здесь новая. Это все дома новые. Новые постройки. Старым домам больше 30 лет. 30, 40, а то может быть и 50 даже лет. Это застройка где-то старый дом, где мы живем. Примерно начало 70-х. Ну да, где-то 50 лет этим домам. А на той стороне он как раз цветет, бугенвилия. Ну, здесь негде перейти дорогу. Здесь все переграждает заборчик, поэтому мы не подойдем туда. Сейчас пройдемся еще немножко и пойдем домой. Здесь вообще-то заблудиться невозможно. Первые дни я боялась далеко отойти от дома, так как боялась, что назад не вернусь. Но на самом деле, если ты знаешь расположение и части света, ну вот, например, Иерусалим от нас находится на западе. Мертвое море и холмы вот эти находятся на востоке. И поэтому очень легко найти свой дом, свой микрорайон. Не знаю, видно или не видно вот эти холмы, но сейчас ясность хорошая. Тумана нет. Я вижу, а как оно на камере отобразится, я не знаю в видео. Панорама здесь вообще очень красивая. И почвы здесь как таковой вообще нет. Ну, в смысле понятия земля. Здесь участками, кусками красная глина и камни. Это натуральный мрамор. Его обрабатывают, выкладывают стены этим мрамором, делают столешницы на столах, полированным мрамором. Стены. Вот это все натуральный мрамор. Но когда он не обработанный, он называется по-другому. Вот землю здесь завозят. Если нужно посадить растения какие-то, вот это, скорее всего, не скорее всего, а так оно и есть. Вот эта глина красная, она завезенная. И эта красная глина, она считается, как у нас в Украине, чернозем. Красная глина очень плодородная для растений. Но ее нужно немножко улучшать. Вот кактус, апунция. Нужно улучшать, добавлять песок и торф. Все здесь продается. И здесь очень много теплиц, которые выращивают рассаду. Так, Дунечка, пойдем назад. Вот, то далеко будет идти. Дуняша продают рассаду всяких деревьев, кустарников, цветы. И уличные, и комнатные. Ну, и здесь, как правило, комнатные цветы. Они же уличные, так как морозов нет. И они прекрасно зимуют на улице. А также некоторым растениям, например, кактусы, они должны вообще в холоде зимовать. Чтобы они хорошо цвели, им нужна перемена такая климата. Зимняя, холодная зимовка им нужна. Ну, как и у нас в Украине. Кактусы на зиму выставляют на холод. И они тогда цветут. Так, ну, все. Пойдем мы домой. Всем большой привет еще раз. Найлучшие пожелания. Подписывайтесь на наш канал. Слава Украине! Украина переможе. До побачення.